Особенность большинства фикусов, собственно всего семейства, это наличие млечного сока. В жаркой Индии под южным солнцем вечно зеленое дерево фикус может вырасти до 40 метров в высоту. В оранжерее ботанического сада за условиями следят строго. Температура не меньше 20 градусов, влажность более 90%. Воду фикус способен забирать даже из воздуха. Такие воздушные корни необходимы фикусу, во-первых, для потребления воздушной влаги, для укренения. Они довольно хорошо размножаются, например, если мы отрежем веточку с воздушным корнем и посадим ее просто в горшок, то у нас вырастет уже здоровое взрослое растение. Осень не страшна и о калифе. Красивое, но ядовитое растение здесь цветет и зимой, и летом. Главное его украшение – длинные малиновые сережки. Всего в оранжерее площадью в 1200 квадратных метров живут и здравствуют около тысячи видов тропических растений. Ухаживают за этим огромным садом всего четверо сотрудников. Каждая травинка здесь как родная. Дети, конечно, особенно когда вот только еще маленькая семечка, маленький всходик. А как же? Как за грудными детьми, за малыми детьми? Ну потому что чуть подсушили, завял, погиб, не будет этого растения. Поэтому надо тут глаз да глаз. Для самозащиты даже растения придумывают самые невероятные способы. Например, вот эта вот мимоза. Чтобы ее не съели насекомые, убежать она, конечно, не может. Зато при малейшем прикосновении листочки сворачиваются. Все деревья и кустарники вырастили сами сотрудники оранжереи. Семена им по обмену присылают из ботанических садов со всего мира. Криптомерия или японский кедр пока совсем еще малютка. Сантиметров 40 в высоту. Чтобы растение предстало во всей красе, ему потребуется несколько лет. Алина Чемерис, Алексей Золотенков. События.